12 марта состоялась церемония открытия отдела кулинарного искусства в Калском гуманитарном колледже, куда были приглашены представители местной власти во главе с Константином Пилия, работники образования, представители внеправительственных организаций, спонсоры и партнеры колледжа, которые помогли осуществить ремонт и приобрести для учебного заведения современнейшее оборудование. Мы только что закончили ремонт, вот это первый раз, когда мы официально приходим сюда, то есть программа, мы называемся ПРООН по улучшению профтехообразования Абхазии, также программа Горизонт, у нас есть такая программа Горизонт, которая поставила все оборудование, вот мы с ними работали по наладке, по поставке оборудования. На самом деле я очень верю, что колледж может стать таким магнитом, который будет привлекать молодежь для обучения, скажем, частный бизнес для того, чтобы они опробовали здесь новые технологии, то же сельскохозяйственные, те же мотоблоки, те же машины, те же обслуживание машин, те же обслуживание техники, тоже обслуживание кухонных, скажем, оборудований, то есть и тогда будут кадры, способные вносить большой вклад в очень динамичное экономическое развитие. Глава Агалского района Константин Пелия вместе с директором колледжа Гунда и Кварджи и менеджером проекта Рафисом Абазовым перерезал красную ленточку, символизирующую открытие кабинета кулинарного мастерства, после чего провел осмотр всех учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, а также территории колледжа. Константин Пелия отметил, что приятно удивлен качеством и скоростью выполненных работ в колледже. Ремонт этого колледжа начался в августе месяце, и вот сегодня они завершили часть, еще много работы, но все, что сделано, очень качественно. Тут наши детишки будут получать дополнительное образование, профессию, тут можно стать электриком, можно стать поваром высокого класса, еще ряд специальностей будет, будет автомеханики, детишки, чтобы осваивали разряды по сварочным работам. Это все кадровый резерв района, и вообще это очень полезно для людей, чтобы получили какую-то дополнительную профессию, помимо среднего образования. Руководитель проекта Рафиза Басов, мы несколько раз смотрели этапы строительства, но я удивлен качеством и быстротой работы. Спасибо всем, хочу всех поблагодарить за эту работу и надеюсь, что дальнейшее сотрудничество у нас будет еще в больших объемах. Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, позволит выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования, обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, повысит конкурентоспособность среднего профессионального образования. Это значимое событие для всего района и для всей системы профессионального образования, отметили приглашенные гости. Сегодня мы здесь по приглашению Гунта Георгиевны и, честно говоря, были очень удивлены, впечатлены. Мне кажется, это очень важно то, что делается, потому что такие возможности для молодых людей, они очень нужны. Мы стали сотрудничать где-то больше года назад в рамках проекта по профессиональному неформальному образованию, то есть мы работали с молодыми людьми, помогали им определиться в этой жизни, то есть приобрести какие-то навыки для того, чтобы найти себя и обеспечить себе какой-то источник дохода. И мы столкнулись с тем, что молодежи не хватает профессиональных навыков. Мы стали молодежь привлекать, мы стали рассказывать про то, какие курсы предлагаются на базе колледжа. И вот с Гунтой Георгиевной у нас получилось запустить курсы электриков в прошлом году. Мы привлекли 10 молодых людей из разных районов, в том числе из Ачемчирского, от Кварчайского. Они все приезжали и получили профессиональное образование электриков. Но сейчас в таких условиях, мне кажется, этот наплыв молодых людей должен только увеличиться. И в таких условиях, мне кажется, это будет только на благо. Год тому назад никто не думал, что в этом Гальском колледже так будет уютно, так будет красиво, такой будет ремонт и снаружи, и снутри. Но уж я не могу, слов нет. И я благодарна нашей международной организации UNDB, Горизонт, которые помогают молодежи Гальского района. Директор Галского гуманитарного колледжа Гунда Кварти проинформировала, что на данный момент обучается 77 студентов по разным специальностям из Галского, Курчалского и Ачемчирского районов, которые не только приобретут профессию, но впоследствии будут иметь возможность трудоустроиться. В скором времени мы хотим еще, у нас вот кабинет готов, по электрооборудованию. Короткие курсы в данное время, мы хотим двухмесячные курсы и приглашаем учащихся. Там могут учиться даже на вторую смену, прийти после уроков два часа в неделю три раза, по два часа электрооборудованию можем обучить. Девятые, десятые, одиннадцатые классы мы приглашаем жителей Гальского района. Мы хотим приступить в апреле, сейчас идет набор. День открытых дверей будет, мы будем приглашать всех выпускников района, всех школ и выберут себе специальность. Студентам здесь помогают осваивать территорию профессиональные мастера своего дела и современное оборудование, которыми оснащены кабинеты. Немаловажно то, что новое оборудование поможет нашим студентам, осваивающим рабочие специальности, еще успешнее представлять район на конкурсах профессионального мастерства, где в будущем они надеются принять участие. Я учусь на втором курсе педагогического факультета. Здесь учеба нормальная, учителя хорошие, все доступно объясняют. Хочу поблагодарить наших учителей за их труд, что они укладывают нас. Надеюсь не подвести их в дальнейшем. Как отметил Рафис Абазов, программа ESON продолжает масштабную и всестороннюю реконструкцию Галлского колледжа, проведение тренингов и семинаров среди преподавательского состава и студентов.